Вот такое новшество. Ничего не наносится. Я приятно удивлена. Барбарис! Это не вырезать, это не забыть. В магнит-косметике я спросила у консультанта. Посвежела, да? Ну, здесь фаворит для меня очевиден. Его даже советуют визажисты. Но я их урвала на Валберис. Это, конечно же, легенда легенд. Только я не знаю почему. Что за леди? Друзья, всех рада видеть на своем ютуб-канале. С вами я, Марина Сой. И, конечно же, по традиции, кофеек или чаек. И просто будьте как дома. И сегодня мы вместе с вами будем обозревать белорусскую косметику от Белор Дизайн. У себя на канале я часто обозреваю белорусские новинки. Но там в основном микс из разных брендов. Ну, а в этом выпуске вы узнаете практически все про бренд Белор Дизайн. И хиты, топовые продукты. Что присмотреть в свою косметичку. Ну и, конечно же, мои фавориты. Думаю, вы, как и я, видите уже знакомые позиции на моем макияжном столике. Пишите в комментариях, какой продукт есть в вашей косметичке. Напоминаю, что часть из этой косметики мы приобретали в Магнит Косметик в вашей и мной любимой рубрике «Магазин на диване». Мы с вами обозревали стенд, ассортимент, смотрели все свочи, ну и, конечно же, цены. Выпуск этот можете посмотреть по ссылке, которую вы найдете под видео в описании. На некоторые позиции были очень хорошие скидки в Магнит Косметик. И вот вам наводка. На косметику Белор Дизайн в Магнит Косметик с 29 ноября по 27 декабря будут большие скидки до 30% и даже до 50%. Ну а что приобрести со скидкой и пополнить свою косметичку, вы узнаете из этого обзора. Помимо купленной косметики Белор Дизайн в Магнит Косметик, мне еще пришла после уже похода пиар-рассылка. И каких позиций и оттенков мне не хватает для обзора, я отдельно выбрала из пиар-рассылки свою корзиночку. И конечно же я от души хочу поблагодарить бренд Белор Дизайн за предоставленную косметику и за сотрудничество. А вот очень жаль, что новинки не прислали, но я их урвала на Вауберис. Как говорится, свежие пирожки вот только забрала на пункте выдачи, это лаковые помады из линейки Ньют. Бренд Белор Дизайн так потихоньку выпускает позиции из коллекции Ньют. Например, есть тон, также матовые жидкие тени и вот пожалуйста лаковые помады для губ. И конечно же в этом большом ассортименте косметики Белор Дизайн есть мои фавориты, которые находятся в моей косметичке. Обо всем по порядку. И начнем мы с макияжа лица. Какая сегодня мурфеттая конфетта, что за леди. Кожу предварительно за кадром я уже подготовила уходом. И да, с некоторыми позициями я уже была знакома, а некоторые буду впервые с вами тестировать. В ассортименте оттенков корректоров есть не только зеленый оттенок и коричневый, но еще и бежевые. Сразу покажу сводчи. Корректор удобный, точить не надо, все выкручивается. Зеленый оттенок нам нужен для нейтрализации, покраснений. Текстура у продукта приятная и такого пигмента нужно совсем немного. То есть не нужно прям зеленкой себе покрывать. И сразу покажу оттенок 21. Такой продукт я взяла для кремовой коррекции. Ну тоже какой пигмент хороший. Продукт универсальный в виде скульптора-бронзера. Хотя у Belor Design есть кремовый скульптор, но тоже называется скульптор и бронзер. И чуть попозже мы сравним эти два продукта. Конечно, косметика Belor Design продается на всех маркетплейсах, а также в интернет-магазинах, например, Золотое Яблоко. И не так давно Belor Design появился в Магнит Косметик. Не спорю, что хотелось бы побольше новинок, но я думаю, что бренд и стенд будет расширяться в Магнит Косметик. Очень ждем. По поводу цен вы также можете мониторить Магнит Косметик, либо маркетплейсы, потому что скидки везде бывают разные. Например, в Магнит Косметик корректор стоит 299 рублей. Сейчас я беру зеленый корректор, чтобы не нейтрализовать некоторые нюансы высыпания, покраснение у носа. Также вот есть легкие высыпания. Я работаю тонкими слоями, не наношу обильно. Я думаю, что вам также заметно, что этот стик все-таки нивелирует покраснение. До и после очевидно есть. Переходим к популярному тональному крему Nude Foundation Harmony. Слышала, но ранее не тестировала. У меня в косметичке есть другой тон от Belor Design, Patti. Но оттенок там не мой. Но этот тон хорошо подойдет для комбинированной плюс-минус жирной кожи. Поэтому берите на заметку. Но что же нам даст вот этот тон нюд? Здесь указано, что тон матирует и увлажняет одновременно. В составе ухаживающие компоненты биотин и витамин Е. А также этот тон подходит для всех типов кожи. Но вот тут, конечно, всегда любопытно. Моя комбинированная кожа должна распробовать этот тон. Сегодня первый за тест этого тона нюд. Магнит косметик были тестеры. И мой выбор пал на тон 201. Сначала я на ощупь хочу понять. Тон имеет легкую фиксацию. Вот я уже ощущаю. Давайте я дальше продолжу спонжиком наносить. А я считаю, что этот тон также можно использовать в качестве консилера. На Т-зону лег хорошо. Это у меня главный критерий. И мы можем уже сравнить до и после. Кстати, мне же еще прислали другие оттенки тонов в пиар-рассылке. Поэтому я вам покажу все свотчи, чтобы вы уже определились. Покрытие у тона от легкого до плюс-минус среднего. В линейке 4 оттенка мне прислали 3. Видимо, 204 для меня был бы слишком плюс загар. Пойдем снизу вверх. Снизу это номер 201. По серединке 202. И 203. В магазине магнит косметики я выбирала между оттенками 201 и 202. Но 202 не было. Поэтому выбор пал на 201. В 202 есть небольшая нотка розовинки. Но все-таки есть такой нюанс, что для супер светленьких оттенков тут я бы не нашла. Если смотреть 201 сейчас на мне, то я стала такая молодая, свежая, чуть-чуть загаром. Чуть-чуть. Посвежела, да? 202 даже будет чуточку посветлее, как по мне. Но все они идут плюс-минус загар. Это когда бренд заботится о вас, что вы не отдыхали, не загорали. И вот, пожалуйста, если вы хотите свежий вид, советую посмотреть в магнит косметик тестеры. Надеюсь, что линейка оттенков будет только расширяться. А вот цена... А вот цена-то приятная. В магнит косметик этот тон вышел в 499 рублей. Но, конечно же, еще мониторим маркетплейсы. Если смотреть в отче, то тон зафиксировался. Не лежит жирным блинчиком. На лице я чувствую матово-сатиновый финиш. Но, естественно, я желаю припудриться. Чтобы и кожа выглядела еще ровнее, и тон дольше держался. Прежде чем мы дойдем до пудры, у нас есть еще кремовые продукты. А это, например, консилер. Многим известен этот консилер. Его даже советуют визажисты. Консилер Белор Дизайн Софт Фокус. Я прикупила в оттенке 102. А в моей косметичке я нашла консилер. Тот же, в оттенке 103. Сразу же покажу сводчий оттенков. Снизу оттенок 102. И оттенок 103. 103 идет с явным теплым подтоном для нейтрализации синячка. А 102 более жизненный, на повседневку. А я уже, кстати, нейтрализовала слегка теплым пигментом тона. Давайте возьмем оттенок посветлее, который идет 102. В нем тоже есть теплый подтон. И также придадим немножко свежести. С этим консилером ранее я была уже знакома. Только в другом оттенке, как вы поняли. Это, знаете, такая повседневная вещь. На каждый день. Если вы любите и делаете повседневные макияжи. И хотите, чтобы косметику на вашем лице не было видно. Вы знаете, макияж без макияжа. Но все-таки ваша кожа только лучше. То, по моему мнению, концепция косметики Белор Дизайн к этому и ведет. Что вы делаете макияжи на каждый день без каких-то усилий. Просто нанесли, освежились и пошли. В магнит косметик консилер обошелся в 419 рублей. И если смотреть на Озон, я сейчас просто промониторила, решила, так, какая цена, например, на маркетплейсах, то там примерно 300 рублей. И имейте в виду, что некоторые позиции будут дороже, либо дешевле на Озон, либо в магнит косметик. Тут нужно мониторить. Но плюс, конечно же, магазинов магнит косметик, что можно прийти и послочить, потрогать продукт. За 300 рублей достойный консилер. Если смотреть сейчас на лицо, на тонный консилер, все выглядит достойно. Посмотрим, конечно, спустя время, как тон продержится. Далее переходим к кремовым продуктам. Это контуринг, хайлайтер, румяна. Для макияжа лица у нас есть три стика. Ранее я только тестировала хайлайтер и румяна, скульптор не тестировала. И еще у нас тут есть корректор. Оттенки стиков универсальные, идут в одном оттенке. Хайлайтер настоящая шампанская. И скульптор-бронзер. При тушевке я чувствую, что текстура у них разная и финиш разный. У румян более пластичная, влажненькая, слегка маслянистая текстура. А вот хайлайтер будет более самофиксирующийся. Скульптор не жирненький, то есть он отличается от румян. Текстура плотненькая и тоже начинает постепенно продукт фиксироваться. Но естественно, кремовые продукты, их желательно сверху еще фиксировать, дублировать тоже румянами, хайлайтером, скульптором, либо пудрой. Насчет румян у меня мнение не поменялось. Эта тема больше подойдет для сухой кожи. На моей комбинированной коже я слишком чувствую этот продукт. Хайлайтер мелкодисперсный, дает влажную кожу. Смотрите, да, тут нет крупных блесточек. Скульптор мы будем сейчас тестировать. Насчет румян в магазине мне понравился кое-какой продукт. И я его приравняла к румянам. Это сатиновая помада Satin Colors под номером 3. Я вам покажу также и другие оттенки сатиновых помад. Растушуем и я подумаю, подойдет ли этот оттенок все-таки в качестве румян. Или он будет тоже такой маслянистый. Барбарис! Я думаю, чем пахнет конфеты Барбарис? Так, тушуем. У помады пигмент хороший. Можно совсем чуть-чуть нанести в качестве румян. Если смотреть историю, то вот помада, она тоже, конечно, такая немножко влажненькая. Но у нее все-таки пигмент хороший, то есть можете растушевать. Сегодня возьму в качестве румян сатиновую помаду в оттенке 3. А еще я хотела сравнить текстуру и оттенки кремовых продуктов. Это скульптора и также корректора. Но здесь оттенок тепленький, больше подходит как бронзер. Но пигмент здесь хороший. В качестве кремового бронзера почему бы и нет. Скульптор будет чуточку похолоднее. Но пигмент в обоих случаях хороший. И текстура она схожа. Первым делом я беру скульптор. Но если, например, искать на маркетплейсах самые популярные продукты в стике в виде скульптора, то вам выдаст вот этот продукт. Это получается и цена, и качество. Ой, я немного ли нанесла? Это я так от души нанесла. Границы я могу еще потушевать спонжиком. Но тушуется продукт на раз-два. Еще вот этим стиком можно затемнять сразу же неподвижное веко. А если вы хотите лифтинг эффект, то берем жидкий консиллер в оттенке 102. И подчищаем, выравниваем скуловую линию. И потушеваю границы спонжиком. Далее я беру сатиновую помаду, наношу на палитру, а то есть на руку. И синтетической кисточкой я набираю пигмент. И приклапывающими движениями я наношу на тон. В качестве румяна я считаю, что эта помада справилась на ура. И получается, это универсальный продукт. По стоимости стики мне обошлись, кстати. Тут цена немножко разная на них. В магнит косметик. Например, стик хайлайтер и стик румяна, они по 369 рублей. А стик скульптор 399 рублей. Помада сатиновая в оттенке 3. Просто конфетка. Цена, скажите, сколько? Ее цена 279 рублей. Получается и выгоднее, чем румяна стик. И универсально можно использовать как и на губы, так и вот, пожалуйста, в качестве румян. И пигмент здесь хороший, и текстура приятная. Хайлайтер пока мне здесь не нужен. Нужна пудра. Вся уже такая холеная. Хочу припудриться. Это, конечно же, легенда легенд. Рисовая пудра от Belor Design. И, ребята, мне тут так, повторюсь, пришла пиар-рассылка, а там я увидела вот такое новшество. Наполнение и граммовка остались прежними, но поменялась эстетика упаковки. И новое оформление мне импонирует. Скорее всего, в Макнит Косметик новое оформление еще не завезли, но можно найти на маркетплейсах. В новом оформлении пудры, да, есть на Озон. Стоимость 575 рублей. С пудрой ранее я была уже знакома. Возьму из новой упаковки. И вуаля, убрали лишний блеск. Давайте посмотрим до и после. Пудра хорошо сработала с этим тоном, ничего не подчеркнула. Это финишная прозрачная пудра для фиксации, для стойкости макияжа. Идеально на каждый день. За 500 рублей я считаю, что это очень даже рабочая пудра. Берите на заметку. Переходим дальше к сухим продуктам для лица. Это, можно сказать, тоже хит-хитов бронзер и хайлайтер от Belor Design Hollywood. И еще у бренда есть отдельные продукты для лица в виде однушек, скульптор и хайлайтер. Кстати, давайте мы сейчас, да, тоже сравним хайлайтер. С Голливудом я ранее знакома с этим хайлайтером, а однушку не припомню. Я не обратила внимания в Магнит Косметик на то, что скульпторов-то аж два. Два оттенка. У меня оттенок второй. И как раз в пиар-ссылке я еще нашла оттенок первый. И сейчас как раз посмотрим свотчи. Сначала давайте сравним хайлайтеры. Это и правда легендарный продукт, потому что хайлайтер мелкодисперсный. Красиво зашлифовывается. Как подсвечивать деликатно. Оттенок хайлайтера первый. Тоже сейчас сравним. У Люми нежная. Не сказала бы, что жирненькая текстура. Нет, но он ложится по-другому. То есть Голливуд по суше ложится. У Люми холодная, но с нотками розового перелива. Красиво. Голливуд тоже можно красиво зашлифовать. Но Люми... Вау! Хайлайтер Голливуд в Магнит Косметик стоит 349 рублей. А хайлайтер Люми Тач 399 рублей. Голливуд будет даже подешевле. Но и еще смотрите, цены на других маркетплейсах. Оба хайлайтера мне импонируют. Потому что оба красиво зашлифовываются в кожу. Но Люми дает влажное, да, такое сияние, свечение. Сейчас сравним оттенки скульпторов. Если смотреть визуально, то первый оттенок будет потеплее, чем второй. Но давайте проверим. Так, это первый. И второй. Возможно, издалека не совсем видна разница. Но если присмотреться, первый оттенок, да, будет чуточку потеплее. Первый оттенок и второй. Давайте сейчас сразу покажу оттенок бронзера. Бронзер нам дает холеную свежесть загара. В этом бронзере есть и нотка как раз сияния. Скульпторы идут с матовым финишем, а бронзер уже с сияющим. Бронзер Голливуд по стоимости 399 рублей. А скульптор однушка по 399 рублей. Одинаковая цена. Давайте я возьму скульптор в оттенке 2. У нас тут, в принципе, уже есть скульптор кремовый. Но сухим скульптором мы можем как раз усилить стойкость макияжа. Дополнительно еще продублировав скульптор. И пришло время добавить хайлайтера. Возьму однушку. Это у меня хайлайтер под номером 1. И еще насчет пудры фаворита. В моих роликах часто вы можете видеть вот эту пудру. Тоже линейка ньют. Это уже большая пудра с цветом. Сатиновая пудра с цветом. Которая дополнительно выравнивает цвет кожи, рельеф кожи и добавляет фиксации. Ну, конечно же, если мы хотим более матирующую пудру, то это лучше взять пудру рисовую от Белор Дизайн. Обе пудры я одобряю. Тут уже в зависимости от концепции макияжа, от тона, какой результат мы хотим по итогу, такую пудру мы и берем. Больше матирующую, либо с цветом сатиновую. Макияж лица у нас готов. И обратите внимание, как все гармонично сочетается. Ничего лишнего здесь нет. Конечно, хочется показать, как можно больше рабочих продуктов сегодня в этом обзоре. А мы переходим к бровям. Оформить брови нам помогут автоматические карандаши от Белор Дизайн, который называется Бровиста. И у меня есть такой карандаш в теплом оттенке 201. Я уже вам ранее о нем рассказывала, показывала. И в магнит косметики я докупила еще два оттенка, чтобы вам показать сводчи. Формула у карандашей больше жесткая, чем мягкая. Если смотреть сводчи, то больше мне подойдет либо 201, либо 203 номер. По цвету сейчас 203 будет хорошо. Но если я хочу такие легкие воздушные брови, то 201 с ноткой теплинки. 201 я представляю, как будет на бровях. Давайте я возьму 203, который посерединке. Для натурального эффекта подправила форму нижней границы брови и также хвостик. Карандаш, повторюсь, жесткий, но если вы сводчите на руке. А вот на бровях самое то. Золотая середина. Оттенок на бровях у меня 203. Я считаю, что отлично подошел. Если брать 201, я его много наносила в свое время, чтобы его как-то видно было. Он тепленький, красивый. Но если хочется, чтобы брови были поярче, то все-таки вот для тепленьких тоже подойдет. Вот 203. Карандаш для бровей в магнит косметик стоит 219 рублей. Осталось зафиксировать брови и для меня тут новый продукт, который я купила в магнит косметик. Гель-фиксатор для бровей и еще с перламутром, представляете? Я еще в магнит косметик обратила внимание, что да, видите, там такие микроблесточки. Но на деле, как бы я ни старалась достать эти блестки, нет. Их и нет, и ни на сводче, и ни на бровях. Вы их не найдете. Они настолько мелкие. И, видимо, еще ограничитель хороший. Этот гель я уже успела протестировать. В двух словах, рабочий гель все держит хорошо в течение дня. Без сильной корки, без эффекта ламинирования. Вот просто брови хорошо зафиксированы. В два слоя я практически с каждым гелем так прохожусь. Вот здесь я щеточкой сильно не елозила и карандаш на месте. Но в свое время, я помню, я вам рассказывала, что я тестировала и наносила карандаш в 201 оттенке. Видимо, еще от души наносила. И потом еще так, щеточкой для фиксации. И там немножко сносились границы вот этого карандаша. А здесь, я считаю, что все на месте. Скорее всего, любой карандаш для бровей, если его сильно елозить, вот так вот по границам, щеточкой для фиксации, снесется часть-то точно. Гель для бровей по стоимости 349 рублей. Пришло время для макияжа глаз. И что же тут у нас есть на обзоре? Давайте посмотрим. Часть из этого всего была в моей косметичке. Например, палетка Ньют. Вашему вниманию, дамы и господа, перевыпуск, переоформление. Заглянем в душу палетки. Это предыдущая версия. Это новая версия. Внутри, как вы видите, все то же самое. Наполнение все то же самое. Только сменилась упаковка. Помните, я вам рассказывала про аромат палетки? Но это, знаете, ребята, это не вырезать. Это не забыть. Это вот все, что уже я сказала про эту палетку. То, что аромат, например, парфюмированный, он есть. Короли этой палетки это металлики. Это вот, знаете, за 500 рублей палетка и в ней такие оттенки. Это не в каждой палетке можно найти в бюджетной. Но за аромат, конечно, звезду снимаю. Но вы писали в комментариях, что Марина, у меня вообще не пахнет. Почему у тебя пахнет? Я такая, я не знаю почему. Год назад, наверное, я тестировала эту палетку. Знаете, что я хочу сказать? Вот эта новая палетка, это предыдущая версия. И в предыдущей версии запах уже не такой. Он слегка выветрился. А вот в новой версии оттушка посильнее. Поэтому, скорее всего, да, вы были правы, что Марина, подожди, оттушка выветрится. Покажу сейчас вам сводч этой палетки. Вдруг кто не знаком еще. Это у меня предыдущая версия. Вот новенькая. Металлизированные. Здесь мощные, плотные. Вот этот вот прям красавец. Посмотрите. Похоже на кремовые тени. У меня даже здесь еще, смотрите, остались сводчи. Из девяти оттенков четыре металлика и пять матовых. Матовые здесь классические. Есть похолоднее, есть потеплее, нейтральные в тушевку. Это и правда нюдовая базовая палетка. Я сегодня хочу взять вот этот шикарный холодно-коричневый оттенок. Вот я вижу коричневую базу в этом цвете. Но в той же степени я вижу и вот эту вот холодную серую нотку. Но если так проанализировав, больше этой палетки я люблю жидкие тени от Белор Дизайн. Есть безумно красивые бронзовые носибельные оттенки в линейке. Муа, конфетка. В моей коллекции есть два оттенка. Это оливковый номер восемь и сапфировый оттенок одиннадцать. У жидких теней есть фиксация. И имейте в виду, что на веке это все-таки наносится в такой легкий и-средний слой. Это не плотные жидкие тени, такие, знаете, которые все перекрывают. Нет, если вы хотите поплотнее, то используйте подложку. Либо миксуйте с матовыми еще тенями, затемняйте, а сверху вот такой топпинг. Но если вы хотите чисто блик, то в один слой нормально, красиво будет мерцать. Сапфировый оттенок может немножко оставить тинт на голой руке. Для глаз еще остались карандаши автоматические и в дереве. Карандаши в дереве я вам ранее уже показывала. И это просто находка особенно коричневый и серый графитовый. Оттенок двадцать. О, просто любовь. Плотность цвета, мягкость нанесения, растушевка. Можно использовать и для глаз, и для губ, если вы хотите сделать какой-то градиент. Оттенок два коричневый тоже хорош. Черный карандаш под номером один. Тоже для растушеванной стрелки. В качестве подложки хорошо. И оттенок третий. Это такой джинс с металликом. Виталликом, кто понял, тот понял. Двадцатый это просто любовь. Найти в бюджетном сегменте такой оттенок, это непросто. Конечно же, такие карандаши хороши для растушеванной стрелки. Для построения формы. И конечно же, имейте ввиду, что эти карандаши нужно фиксировать. В магнит косметики я покупала три автоматических карандаша, но в пиарке я еще нашла два других оттенка. Оттенок 302, я думаю, тоже будет моим фаворитом. Черный оттенок 301. И знаете, отличие автоматических карандашей от карандашей в дереве в том, что, во-первых, да, тут точить не надо автоматические карандаши. И еще текстура у них мягче, у автоматических. Это не гелевые, это не стоит имейте ввиду, потому что эти карандаши тоже, вот смотрите, да, подтушевываются. В металлических карандашах это оттенок 305. В них пигмента не так много. 302 и 301 универсальные на повседневку. 306 тоже универсальный, почищать форму губ, либо стрелки, а также увеличивать глаз на слизистую по нижнему веку. Возьму оттенок 20. Чтобы очертить форму глаз, наметить элементы, сначала я выстраиваю направление стрелки. Как хорошо, такие карандаши, даже пальцы можно вот подтушевать. Наслоила карандаш и после границу верхнюю стрелки подтушевываю. Добавляю этот же оттенок во внутренний уголок, но без острого продолжения. Тут вот у меня закругленный уголок. И этот же карандаш я добавляю в построение в неподвижное веко. И подтушевываю верхнюю границу. Если нужно, я наслаиваю еще. В наборе есть еще сразу точилка, что очень удобно. Следующим этапом я беру матовый оттенок коричневый, закрепляю растушеванную стрелку и затемняю верхнюю границу растушеванного карандаша. На саму линию я могу взять потемнее серый оттенок и также к внешнему уголку, к ресничному краю тоже затемнить. И во внутренний уголок тоже закрепить карандаш. Следующим этапом набираю холодный металлизированный и его продлеваю от внутреннего уголка и по подвижному веку. По центру можно и пальцем нанести. Светлым коричневым я подтушевываю границу сияющего и неподвижного века. Теперь я беру маленькую кисть и жидкие тени сапфировые. Наношу этот оттенок на внешний уголок, переход растушеванной стрелки и также во внутренний уголок, где у нас темный карандаш. И еще этот элемент добавляю в линию. По неподвижному веку у нас здесь линия. Можем оставить в классических тонах, а можем добавить еще акценты. По нижнему веку я решила дополнить матовым потемнее, серым, плоской кистью и консилером я подравниваю границу стрелки. Автоматическим черным карандашом я прокрашиваю пробелы ресничного края вверху. Во внутренний уголок я решила еще добавить хайлайтера. У меня небольшой перерывчик, какао, а вы также можете себе заварить кофеок-чаек. По глазам-то я еще вам не рассказала про тени жидкие, тоже из линейки нюд. Но вы можете посмотреть в видео обзоре, где я обозревала все матовые, нашумевшие, жидкие тени. Сравнение нанесения свочи вы можете посмотреть по ссылке ниже в описании. Там будет как раз ссылка на этот обзор. Кратце, жидкие матовые тени от Belor Design. Топ! Осталось прокрасть ресницы. В магнит-косметике я спросила у консультанта, посоветуйте мне самую популярную нашумевшую тушь от Belor Design. И она сказала, что это black corset. Вспоминала, сидела я, вспоминала, потом тестировала я ее или нет, так и не вспомнила, походу нет. Но для сравнения я взяла еще вторую тушь, которая называется Over Eyes. И сегодня мы будем их сравнивать. И еще в пиар-рассылке я нашла тушь, которая называется Intellect. Я думаю, что я ее добавлю чуть позже, в другой обзор, протестирую чуть попозже. Возвращаемся к популярной туши Black corset. Давайте посмотрим щеточку. Щеточка-елочка, силиконовая. Конечно же, я покажу поближе на телефон реснички. Первые ощущения какие? У туши золотая середина по формуле. Не супер жидкая, не сухая. Знаете, когда не то, что сухая, вы наносите и ничего не наносится. Либо жидкая, тоже вот наносите много-много раз. Это все нужно наслаивать. А здесь вот эта вот густота, оптимальная густота у этой туши. Щеточка, удобная, прокрас от корней. Указано, что это моделирующая тушь. Но в целом реснички стали изящные, красивые. Можно еще поднаслоить, если нужно. Да, эта тушь дает наслоение. Если это надо, не комкует, не склеивает. Я приятно удивлена. Давайте сравнивать со второй тушью. Эффект живой пышности и подкручивания. Здесь уже, смотрите, какая щеточка. Тоже силиконовая, но она такая пушистая и крупная. Посмотрим. Вот нижние реснички я как буду не подлезть. Вот что насчет удобства. Здесь не совсем это удобно. Щеточка реально большая. Ну, здесь фаворит для меня очевиден. Потому что удобство это тоже не на последнем месте. Удобство щеточки. Я вернулась к Black Corset. Покажу поближе реснички. А не только реснички, как говорится. И поближе тон. Спустя уже некоторое время, пока я тоже крашусь. Осталось дело за малым. Накрасить губы. Ну как за малым? У нас тут немало продуктов для губ. Тушь по стоимости вот эта Over Eyes 249 рублей. Тушь для ресниц Black Corset 174 рубля. Первое ощущение, какие танцев с бубном нет. И цена просто подарок. Берите на заметку. А в своей косметичке я нашла коричневую тушь от Belor Design. Тоже частенько ее беру. Макияжи. Maxi Color. Удобная щеточка. Приятный цвет темного шоколада. Берите на заметку. И мы переходим к макияжу губ. Так, с чего начнем, дамы и господа? У нас же тут еще есть новинки. Новиночки новьем. А давайте с блеска и карандашей для губ. Мне очень понравился свотч. Оттенок нанесения карандаша. Я так понимаю, это то же самое? Есть автоматические карандаши для глаз. И есть такие же автоматические карандаши для губ. Оттенок 201. Ну, просто по кайфу. Такой припыленные розы. Слегка холодненький. И еще в пиар-рассылке я нашла оттенок 202. В магнит косметике я выбрала оттенок 201. Но наглядно вам еще покажу оттенок 202. И я хочу сделать комбо карандаш 201 и блеск для губ Shine Bright под номером 6. Посмотрите, какой он красавчик. Ну, что за искры шампанского. Убираю остатки тона, если есть на губах. 201 оттенком делаю контур. И сверху блеск. Блеск слегка с маслянистой текстурой. Я ее ощущаю. Но продукт приятный лежит на губах. Дает зеркальный блеск. Если рассматривать блески, то мне еще нравится блеск из линейки Patti. О, тоже шестой оттенок нюдовый в моей косметичке есть. Давайте тоже покажу свотч. Оба блеска под номером 6. И давайте я вам поближе еще покажу. Легкий шиммер в блеске Shine Bright. Тут получается просто глянец. Переходим с вами к демонстрации сатиновых карандашей. Точнее помад карандашей для губ. Один оттенок я вам уже показала. Номер третий, который я брала в качестве румян. В Magnet Cosmetics я выбрала три оттенка. Но в PR нашла еще другие. И по итогу я покажу вам 6 сатиновых помад карандашей для губ. Номер третий мой фаворит в качестве румян. А я думаю сейчас я все вам покажу наглядно на губах. Буду делать все без контура. У меня ранее была такая помада-карандаш. И это максимально удобно. Пигмент плотный. Не ощущается текстура с жирным блинчиком на губах. Помада не утекает. Тут тоже схема выкручивания. Точить ничего не надо. Так, это третий номер. Мне еще одушка нравится у этих помад. Это номер 4. Номер 11. Помада-карандаш у меня обошлась в магнит-косметик 277 рублей. Далее у нас идет номер 12. Номер 13. И номер 14. На губах мне понравился оттенок 14, который сейчас. Далее 11. Четвертый. Все оттенки хороши в зависимости от концепции макияжа. Переходим к новинкам. К лаковым помадам от Белор Дизайн. Который я заказала на Балберис. По стоимости лаковый блеск для губы Ньют. 415 рублей. Представлено 10 оттенков. Я заказала 4. Покажу свотчи и также оттенки на губах. Начнем с оттенка 20. Отдушка приятная. Пигмента много в блеске. Оттенок 26. 28. И 29. Такое чувство, что свотчи матовую помаду. И она сейчас застенет, потому что пигмента много. Но нет, это блеск. Можете заодно заскриншотить оттенки, чтобы вам было проще выбрать. Давайте в конце я нанесу 28 оттенок. Я думаю, как раз он будет очень гармонично смотреться. Отдушка приятная, такая шоколадная. Хотя оттенок 20. Ньют тоже смотрится гармонично. И вот такие цветные, плотные, глянцевые блески. Для тех, кто не понимает прозрачные блески. Кому нужен реальный цвет. И вот, пожалуйста. Блеск комфортно лежит на губах. Можно еще сделать контур. Следующий оттенок наношу 26. Сейчас буду наносить оттенок 29. А какой сочный красный. И последний оттенок наношу 28. Вот, вот он мой фаворит. Здесь даже контур не надо рисовать. Блеск сделает все за вас. Аппликатор удобный, цвет плотный. При желании, конечно, можно сделать контур. Но даже и без него очень хорошо. На финишной прямой я еще пройдусь пудрой. И, как вы уже поняли, макияж наш готов. Секундочку. Ну вот, другое дело. Нет, та кофточка тоже была хороша. Но под конец, когда ты смотришь общую картину, хочу, чтобы все было гармонично. Добавим немножко бронзера. Я думаю, сегодня обязательно нужно позвать кого? Правильно. Виталий! Да, Марина? О, какие глаза! О, здравствуйте! Здравствуйте! Что за вечерний макияж? У нас сегодня какое-то мероприятие. Нет, просто хорошее настроение. Ну слушай, очаровательно. Да, я переоделась. Ты меня видел в другой кофточке сегодня? У тебя сегодня прекрасный наряд, он мне очень нравится. Очень хорошо. Очень хорошо. Я тебя позвала, конечно, все оценить, но в первую очередь макияж. Нравятся губы, прям блестят. Интересно, необычно блестят. Очень нежный хайлайтер. Вот ты его увидел. Очень нежный. Вот это классно. Ну тебе идет этот тон. Угу. Он такой светленький. И под цвет кожи прям идеально тебе подошел. Да? Он был немножко... Он был немножко чуть-чуть загар, но, видимо, как-то так это я все выровняла аккуратненько. Виталик так смотрит, так чуть ли не под лупой. Ну, пушистые брови. Ну и такой мягкий макияж глаз. А, мягкий? Мягкий. Для тебя, да? Ну, максимально такой растушеванный. Нет никаких таких острых колких линий. Стрелы такие, а мы тут что тут вообще? Ну, они мягонькие, мягонькие получились у тебя. А, ну ладно. Тут прям комбо и образ, и как ты выглядишь, и прическа, и одежда, и сережки. Новогодний макияж получился? Да. Да, праздничный такой. Вау, да, вот я и говорю, типа, куда сегодня пойдем? Домой поедем. Спасибо. Чуть позже я еще подсниму макияж, спустя время, как тон продержался. Но я сейчас уже могу оценить его. Тон зачет. Мне нравится, как он лежит на коже уже, как выглядит в Т-зоне. Посмотрим спустя время, как он еще будет смотреться. Друзья, обязательно напишите в комментариях, какой продукт вас зацепил из этого обзора. Много сегодня было продуктов на обзоре, если, конечно, вкратце пробежаться. Продукты для лица, кремовые, сухие, зачет. Много достойных продуктов для губ, для глаз много продуктов достойных. Это туши, карандаши для глаз, жидкие матовые тени. И я всегда говорю, что в каждом бренде есть такие продукты, которые индивидуально цепляют каждого. Наши мнения, конечно, могут совпадать или нет. И это абсолютно нормально. И я очень надеюсь, что каждый найдет в этом обзоре свой продукт. Что за леди, что за леди. Изначально я планировала сделать просто нюдовый макияж глаз. Но хотелось что-то поинтереснее, сделать какие-то акценты. А синий обыграть, это тоже не всегда так просто, как кажется. И как раз вы возьмете на заметку, что какие-то цветные акценты можно дополнять. Либо в стрелку, либо в складку линиями. Либо по нижнему веку, во внутренний уголок. Еще раз всем здравствуйте. Прошло примерно 5 часов после съемки. Давайте оценим макияж. Вот что точно радует, это макияж глаз. Все на месте. Ничего не скаталось. Тушь тоже. Вот, пожалуйста, дальше вы можете посмотреть реснички. Я даже вижу деликатный хайлайтер. Продукта не видно, но кожа светится. Конечно же, оценим тон поближе. Он, да, потихоньку начинает сходить. На 99% тона белорусские, которые я тестировала, они все-таки для жизненного макияжа, для повседневного. Не 24 часа с ним бегать марафон, нет. На каждый день для повседневности. Но для жирной кожи, хочу предупредить, что да, он будет быстрее начинать блестеть, естественно. Но это еще первый затест. Я, конечно, этот тон еще буду тестировать, щупать. На холодное время я с ним должна подружиться. Мне очень нравится делать завершенный образ, когда все гармонично сочетается. И очень нравится вдохновлять вас. По традиции, на такой красивой и позитивной ноте будем закругляться. Надеюсь и верю, что этот выпуск был для вас развлекательным, а самое главное полезным. От души благодарю, что это время вы провели со мной. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Всех люблю, ценю и обнимаю. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok